Доброго времени суток! Сегодня мы попадаем в деревню Сороги, Слудского района Минской области. Это старая трасса Москва-Варшава. Получается, вот если по прямой смотреть в ту сторону, это город Вобруйск, старые дороги в той стороне. Позади нас город Слудск, до 40 километров где-то примерно 25, наверное, от Слудска. 25, сиретом 30. Здесь автобусы ходят проходящие, маршрутки проходящие тоже ходят. Это Бобруйские, Стародорожские, наверное, Любанские, возможно. Поедем, сделаем обзорчик дома вам в деревне Сороги, Минская область, Слудский район, Беларусь. Хорошая деревня, сейчас все в запе, увидите. Погодка у нас. Дождь начался сегодня. Эта видеосъемка ведется 8 ноября 2021 года. Чтобы проехать деревню, нужно проехать вот такой массив. Лесной массив. Но здесь асфальт, асфортированный подъезд. Осень настала, холод настала, птички перестали клевать. Все равно любая погода, либо любое время года по-своему замечательно красиво. В принципе, на машине 6 километров это вообще, ну от дороги вообще недалеко, то есть, конечно. Пешком пройти 6 километров в сторону, ну, накладно. Ну, я думаю, можно не идти, можно просто подождать. Кто-то же будет ехать. Кто-то же вас подвезет все-таки. Вот сама деревня. Сороги. Здесь вот какой-то даже замок есть. Сейчас мы замок вам покажем. В деревне люди держат коровки. Значит, молочко есть где покупать. Творожок, сметану. Заехали мы в деревню Сороги. Слудский район, Минская область. Вот такой интересный здесь указатель, да? Это не указатель. А что это? Знак? Есть одна улица налево. Наверное, скорее всего, что она будет называться Луговая. Сейчас проедем немножко по деревне. Посмотрим, какие достопримечательности здесь есть. В принципе, можно сразу съездить домик посмотреть. А потом и по деревне прокатиться, да? Нам подсказали, что улица эта находится где-то вот здесь, на лево при въезде. Сразу налево мы поворачиваем. О, в дровишке заготовили. Ребята привезли. Такая улица. Здесь уже гравеечный подъезд. Да, приехали мы, дождь. Вот кто-то спешит домой. Вот дворик красивенький такой. Это вот, скорее всего, служебный автобус, который возит людей с работы на работу, детей. Газели новые, красивые. Здесь вот есть болотце какое-то. Перед болотцем нам сказали повернуть направо. Направо. И вот здесь есть улица. Сейчас посмотрим, что здесь за улица такая. Мне нравятся дома, когда стоят на одну сторону. То есть на одну сторону дом, а на вторую сторону можно... Поле. А еще один дом можно поздравить, да. Так, ну что мы здесь видим? Ой. Да, такой интересный домик, наверное, будет. Почему сказали последний по правой стороне? Добрались мы до него. Здесь интересный такой подъезд, дорога, да? Все, в принципе, мы приехали. Ребята, это вот этот домик. Так, сейчас пойдем видеообзорчик вам делать. Да, конечно, с машины было снимать комфортнее, чем под дождиком. Яблоня есть, яблоки есть. Еда есть, как говорится. Так, ну что у нас здесь? Посмотрим. Вот такой вот домик. На три окна. Довольно большой. О, как снимает дождем. Стоит на фундаменте еще. Не сильно, как бы, говорит, не в земле. Фундамент, кирпич. Можно подделать. Колодец на участке есть. Шифер. Крыша-шифер. Колодец уже чистит, наверное, уже там листья с трубой сдвинуты. Колодца можно считать, что нету, наверное. Вот такой. С этой стороны. Мы делаем вам поверхностный обзор. Это по просьбам подписчиков. Если кого заинтересует дом внутри, сделаем внутри. Это вот хозблоки, хозпостройки. Здесь такие. Шифер. Участок не сильно заброшен. То есть участок, видно, выкашивали. Косили, сад растет. Правда, старый. Ничего страшного, зато он здесь есть. Здесь вот круша на участке. Ну вот, кругом поле. Поля-поля. В деревне есть церковь. Вот она там, вдалеке, я вижу ее. Как-то так. Сарай довольно большой, длинный. Не знаю, что внутри. Можно, в принципе, посмотреть. Оба, под крышу спрятались. Не, сарай. Закрыто двери. Этот вообще сарай хороший, бревно. Смотрите, какое-то. Вот получается, вот эта вот часть, вот эта часть, это пристроечка, просто пристроечка. Здесь уже пошел основательный такой сруб. Сруб, видите, с выносом, с навесом. Раньше вот так вот делали это. Окошко там такое. Этот сруб вообще под баню даже можно пускать его. Вообще капитальный сруб. Ой. Так, далее что? Дровишек на баню хватает, как мы видим. Много. Здесь, наверное, в сарай не попадешь. Почему? Потому что двери, как видим, мы просели. И они уже не пускают в сарай. Этот тоже, наверное, не откроется. Сейчас, да, надо доски эти убирать. То есть там в сараях понятно, что ничего мы там не увидим особо. Ну, насколько я вижу, сарай да и сарай. То есть понятно, что хватает добра. Здесь был курятник. Вот. Курочки. Наседало уже есть курятничек. Фичко нести. Пойдем ближе к дому. Здесь еще одна пристройка. Вот здесь вот оно на этой пристройке заканчивается. Это сарай бревенчатый. Здесь уже обратно тащатая пристройка. Что у нас здесь? Ну, здесь ничего. Древотничек. Древотник можно делать еще под какие-то нужды. Та стена бревенчатая. Хосинструмент какой-то остался. Вот так. Вот сам дом. Сам дом. Есть соседи. С соседей видно все хорошо. У них домик. Все облагорожено. Так. Это вот соседская территория уже. Здесь, наверное, граница будет. По этот забор граница. С этой стороны. Такая. Фундамент есть, но его все равно надо ремонтировать. Потому что, смотрите, здесь уже под бровнами пустотелы. Надо подмазывать, делать. Сам дом защитки. Здесь будет газ. Газовый баллон привозной из города. Можно заказывать. Вот такой домик. Вовнутрь мы не попадем. Хозяйки нету. Занято на работе. Но если нужно, можем договориться сделать внутри обзор дома. Так что поедем вам еще кратенький обзор сделаем. Самой деревне. Ну и все, в принципе. Цена начальная 3000 долларов. 3000 долларов, это получается 7500 рублей белорусскими. Сколько российскими надо переводить? 1000 зелени. Вот такой он. Отсюда, если смотреть. Сдалека зайти. Вот я вам сделаю такой обзорчик. Вот сам дом. Там есть хоз постройки. Колодец никакой. Сад. Здесь спереди сетка. Забор. Калитка металл. Здесь вот выход. Сейчас я закрою его. Вот он так спереди смотрится. Такой замечательный домик. Все. Поедем еще по деревне вам проедем. Обзорчик деревни сделаем. Всего хорошего. Выехали, развернулись. Поедем в деревеньку, съездим. Посмотрим, что в деревеньке какие-то достопримечательности есть. Как бы по первоначальному виду деревня жилая. То есть деревня жилая. Как мне известно, здесь есть сельсовет в деревне. Есть почта. Есть школа. Есть магазин. Церковь. Церковь. Ну, знаю, что-то же еще, наверное, есть. Перлись в асфальт. Поворот налево. Поедем налево. Здесь уже асфальтированный подъезд. Здесь, пожалуйста, есть автобусная остановка. Значит, автобусы ходят. Ну, вот здесь справа, я так понимаю, здесь находится школа. Школа, сельсовет. Вот, это ребятишки, которые дрова заготавливают. Здравствуйте, здравствуйте. Я вам скажу, довольно такая длинная деревня. То есть, ну, не маленькая. Курочки. Ну, вот здесь мы на вершине. Видим, церковь есть, деревня. Магазин имеется. Можно в магазин, в принципе, зайти. Как? Спросить, как деревня, жилая, не жилая, да? Навряд ли у нас получится. Магазин закрыт. Что там светится? Так это отсвечивается или витрина светится? Всем привет от Германа. Остановка Сороги. Табакерка, пожалуйста. Чай, кофе, кока-кола. Церковь. С Богом, добрые люди. Похудо делали один обзорчик дома. Герман всем вам привет передает. Сейчас еще один тут домик нарисовался, но как бы он не домик. Это, получается, уже получится квартира здесь. Здесь есть блочные такие панельные квартиры. И здесь тоже продается квартира. Сейчас мы посмотрим и ее еще заодно. Вот такая чудесная здесь аллея. Я так понимаю, здесь, наверное, детские садики есть. Вот, смотрите, игрушки здесь такие. Игрушки. Это вот школа. На рабочую вообще. Есть школа. Здесь тоже довольно много построек. Россияне, видите, приехали. Хотят что-то прикупить, наверное, здесь. Какую-то недвижимость на Волжане. Я сяня. Я белорусская. Здесь вот сельсовет находится. Это вот местный клуб. Творчество. Там клуб написано. Почта есть. Вот этот замок, который я вам хотел показать. Кстати, я думаю, что он тоже продается. То есть, этот замок. Кто-то, видите, когда-то строил. Там еще улица есть. Там лесок. Нормально. Мне деревня понравилась. Хорошая деревня. Такая чистая какая-то, светлая. Вот такой вот замок здесь есть. Естественно, его тоже можно под что-то применить. Кому-то купить. Если бы под дом купить такой, да. Представь, как его обслуживать. На какое-то учреждение что-то строили. Ну, видно, так и не достроили. Что это было? Мы только хотели построить детский садик. Детский садик даже хотели построить вот такой. Дети уже выросли. Дети уже выросли. Садик не надо. Да. Вот по этой улице, по улице Гагарина, здесь стоят панельные домики. Двухэтажные. В одном из этих домиков продается квартира. Квартира. Квартира трехкомнатная. Получается, это вот в этом доме она находится. Пойдем сейчас посмотрим ее немного. Здесь хоть двор. Мне кажется, после дождя даже как-то хорошо снимается. Ну, вот соседи здесь есть. Забор. А это вот участок вот этой вот квартиры. Получается, здесь квартира на два входа. Как мне сказали, здесь это порядка 12 соток земли. Хозпостройки. Здрасте, соседи. Как вы? Хозпостройка. Блочная. Не блочная, а кирпичная. Сзади школа. Стадион. Вот такое. Ветки все попалить надо. Это сам дом. Вот такой вот он смотрится отсюда. Ну, так вот он с этой стороны смотрится, этот домик на две семьи. Получается, за него цена 4 тысячи, сказали. 4 тысячи долларов. 4 тысячи долларов. Ну, вот такая вот улица. Поедем дальше. Искать деревенские дома, которые продаются в деревнях. Кантазик. Спасибо этому дому, поедем к другому. Сегодня мы с вами побывали в деревне Сороги, Слуцкого района, Минской области, Беларусь. Здесь есть два объекта недвижимости, которые продаются. Это тот деревянный дом, 3 тысячи начальная цена. Квартира, вот она там, где-то находится. Вот если камерой туда смотреть, 4 тысячи долларов торф. Это либо 10 тысяч белорусских рублей. Здесь вот улица такая. Деревня расположена между лесами. Можно сказать, леса. Леса кругом. Поля, то есть, ну, достопримечательности сами видели какие. То есть, деревня, да и деревня. То есть, корова есть здесь, вон. Молочко можно покупать. Творог домашний. Асфальтированный подъезд в деревню. Школа есть. Садик, почта, сельсовет. То есть, замечательная деревня. Всем всего хорошего. До свидания. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok